Совсем недавно в социальных сетях появилось обращение жителя Петрозаводска. Он жаловался на то, что здесь, на территории бывшей школы, лежит большая куча мусора, и никто ее не убирает. На жалобу отреагировали благодаря системе инцидент-менеджмент. Мусор убрали, а гражданин получил отчет о проделанной работе. Отслеживанием вопросов населения занимается недавно созданный Центр управления регионом. Такие центры сформированы по поручению президента по всей России для улучшения связи между гражданами и властями. Обращения жителей обрабатываются и отражаются на специальной тепловой карте, где сортируется и классифицируется по направлениям, категориям, тематикам. Тепловой она называется потому, что отражает актуальность тех или иных вопросов в разных районах республики. Центр обрабатывает информацию по восьми направлениям – ЖКХ, социальная защита, образование, дороги, транспорт, здравоохранение, энергетика, твердые коммунальные отходы. Есть темы как общего характера, так и специфические вопросы. И тут мы уже, конечно, выделяем их и сортируем, что можно решить вместе для многих граждан, а каким-то вопросам нужно подойти в отдельности. На основе такой карты проводится глубокий анализ причин возникновения проблем. Затем предлагаются алгоритмы их решения. Сотрудники центра распределяют вопросы по органам власти и компетентным ведомствам. От всех органов власти нам выделены ответственные за отраслевой блок. И с этими сотрудниками у нас идет плотное взаимодействие, когда мы видим какую-то точку напряженности по конкретному направлению. И данный сотрудник уже решает в рамках своего направления и ведомства решение этого вопроса. Курирует его, ведет дальше и согласует с нами все действия. Система «Инцидент-менеджмент» отслеживает публикации в социальных сетях, например, ВКонтакте и Фейсбук, Инстаграм. О своей проблеме жители также могут рассказать в приложении «Госуслуги» либо написать жалобу на портале «Народный контроль Карелия». Сегодня это наиболее актуально, ведь в связи с пандемией личный прием граждан везде отменен. Меньше чем за месяц работы центра было зафиксировано и нанесено на карту 1327 обращений. Ответы на свои вопросы получили 1286 жителей республики. Виктория Швецова, Борис Касьянов, Служба новостей.